Мур-мур-мур! Какой хороший день! Как тепло на свалточке! Ловись, рыбка большая и маленькая! Здравствуй, Спросик! Здравствуйте, Фея Мария! Ну что, какой сегодня улов? Улов не очень, но это не главное. Главное – погреться на солнышке. А я хотела сегодня тебя, ребят, пригласить на прогулку по саду. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Нет, до сады идти далеко. Мне и тут хорошо. Что ты, Спросик, сад буквально за твоей спиной? Опять вы загадками говорите? Спросик, Зимний дворец видишь? Да. Это часть Эрмитажа. А это другое здание музея. Оно называется Малый Эрмитаж. Да, действительно, маленький по сравнению с дворцом. И в этом Малом Эрмитаже внутри есть самый настоящий сад. Причем висячий. Ну что, полетели? Да, конечно! Вот это да! Сад! Прямо внутри здания. Хм, висячий, потому что висит? Нет, Спросик. На самом деле он расположен на втором этаже. Ай, Пебета! Какая же тут красота! Как тут хорошо! И кусты разные, цветы, фонтан. И как много скульптуры! Ах, как вкусно пахнет! Это что за чудеса? Здесь что еще и звери живут? Животные Спросик жили здесь раньше, в старину. Их выпускали в сад летом. Даже сетку натягивали над садом, чтобы птицы не улетели. Царские дети изучали здесь, какие бывают растения. Ну а зимой? Что здесь было в холода? Ведь здесь даже крыши нет. Зимой здесь устраивали катальную горку для царских детей. А куда ведут эти стеклянные двери? В один из самых прекрасных залов Эрмитажа. Ой, опять эти ваши оживающие картины! Жуть! Спросик, это всего лишь голова медузы Горгоны, чудовище из одной древней сказки. Тот, кто смотрел ей в глаза, превращался в камень. Ой! Ну не бойся, дружочек, это было давно. В этом зале пол украшен большой мозаикой. Она составлена из маленьких кусочков цветного стекла. А вот и наша медуза. Она охраняет этот зал. Здравствуй, Спросик! Ты попал в один из прекраснейших залов Эрмитажа. Если хочешь здесь остаться, отгадай мои загадки и найти то, что я в них загадала. Первая загадка. Там журчит вода, там найдешь ты отдых и прохладу. Ну, ну какая же тут вода? Ну мы же не на пляже. Подождите, я, кажется, что-то слышу. Нашел, нашел! Это фонтан, только необычный. Действительно, Спросик, это фонтан, только струя не вверх бьет, а вода капает отдельными капельками из одной раковины в другую. Эти капельки напоминают слезинки, поэтому фонтан так и называют – фонтан слез. Следующая загадка. Сверкает, как лед, переливается, как радуга. Ну и вопросик, что же делать? Да это же люстры! Верно, Спросик, это люстры. Они сделаны из хрусталя. Это особенное стекло, напоминает лед и переливается всеми цветами радуги. Хм, какой сообразительный код. Третья загадка. Высокие и стройные держат… А, ну это я знаю. Это колонны. Они могут держать потолок или балкон. И что, это все, что ли? Да? Молодец, Спросик, ты ответил на все вопросы Медузы Гаргоны. Теперь мы можем остаться в этом прекраснейшем зале Эрмитажа. Знаете, я, кажется, догадываюсь, что в Малом Эрмитаже делали русские цари и царицы. Они отдыхали, гуляли по саду, любовались цветами и прекрасными вещами, как мы сейчас с вами гуляли. Совершенно верно, Спросик. А это что? Фея Мария? О, а это один из самых необычных предметов, хранящихся в Эрмитаже. Но его мы посмотрим в другой раз. До свидания, дети! Ну вот, ну почему так? Самое интересное, сразу в другой раз. Я сейчас хочу. Отгадай еще загадку. Мы ходим ночью, ходим днем, но никуда мы не уйдем. Ой, нет, в другой раз, значит другой раз. Я все понял. Фея Мария, подождите меня. Фея Мария Фея Мария Фея Мария Фея Мария Фея Мария Фея Мария